Приветствую вас! Вы как-то вот немножко не написали свой вопрос, то есть начинается он с того, что вы пишете как бы что плакало и на втором месяце не знаю, что там происходит. Но ближе к двум месяцам я не знаю, что со мной происходит. Я просто неадекватно реагирую на своего ребенка, делаю ему больно и так далее. Значит, ну во-первых, вам надо бы написать свой вопрос, немножечко так подробнее, вся история не просматривается здесь, в вашем тексте. Вот. Но даже без нее нужно сказать, что, значит, во-первых, ну, помимо всего прочего, довольно значимым фактором является тот, что ваш муж приезжает в Светка, он служит. И вот, знаете, начать мне бы хотелось с того, как вы себя чувствуете с мужем. То есть, когда он приезжает к вам со службы, бывают ли в этот момент у вас приступы агрессии? Это вот первый момент, о котором мне бы хотелось вам сказать. Значит, далее. Вы говорите про агрессию. Агрессия это всегда следствие определенного конфликта внутреннего у человека. Если мы говорим непосредственно о психологической составляющей данного аспекта. И, соответственно, как следствие, как результат, данный конфликт необходимо разрешить. Вы этот конфликт разрешить, в принципе, не можете. У вас это не получается, возможно, вы его не осознаете. И поскольку свою агрессию вы проявляете в основном на ребенка, то, соответственно, очень может быть, что именно ребенок является стороной конфликта. То есть, вполне вероятно, что ребенок не позволяет вам, по вашему мнению, например, жить полноценно, жить как-то вот так, как вам хотелось бы. В нем вы видите угрозу себе или такой вот якорь, который тянет вас вниз. То есть, вы не чувствуете себя женщиной, вы не чувствуете себя личностью, вы не чувствуете себя, например, подругом, не чувствуете себя ребенком своих родителей и прочее. Вот. И из-за этого у вас и возникают подобные эмоции. То есть, вы просто за свою жизнь, вот все свое время сейчас вы тратите на ребенка. И из-за этого чувствуете себя только лично его мамой и не кем больше. Соответственно, сразу возникает к вам вопрос. Насколько вы обладаете свободным временем, сколько его у вас, когда вы принадлежите только себе. Если у вас это время есть, то, соответственно, конфликт находится на немножко более глубинном уровне. Вот здесь для анализа возможных причин конфликта довольно мало информации. Причины его могут быть самыми разнообразными. Начиная от родительской семьи, заканчивая вашим восприятием себя, вашей неуверенностью в себе, сомнениями, там, опасениями, страхами. Вот. Поэтому пока просто поговорим именно про вот то, что вы можете сделать сейчас. Вам нужно принадлежать самой себе. То есть, вам необходимо иметь время, когда бы вы не были с ребенком вообще. И когда бы вы могли бы делать спокойно то, что вот вам хочется. То, что вот вам нужно, то, что вот вам необходимо. Чтобы вы осознавали себя, грубо говоря, как личность. И только как маму, да, своего ребенка, которая постоянно там ему что-то должна. И так далее. А именно вот как личность. И агрессия здесь выступает как своего рода защитной реакцией вашего сознания на неудовлетворенные потребности. То есть, вот, неудовлетворенные потребности у вас есть, но вы их либо не осознаете, либо не можете удовлетворить. И агрессия – это вот такой вот защитный механизм. И понятно, что ребенок здесь ни в чем не виноват, понятно, что не виноват и вы. Просто нужно вот более тщательно себя отслеживать, более тщательно следить за собой. Более, может быть, полно отдавать отсчет о том, чего вы хотите. И создавать необходимые условия, необходимую среду для того, чтобы вы могли реализовать вот эти вот свои желания. Потому что если, например, вы одна не бываете или у вас нет совершенно времени на себя, то откуда, соответственно, взяться в среде для того, чтобы реализовать свои собственные желания. Но начать я вам сегодня предлагаю именно с этого, то есть с анализа того, как вы ощущаете себя с вашим мужем, когда он приезжает. Вот. Вы говорите, что он служит и что приезжают редко. Как вы вот к этому относитесь? Как вы это воспринимаете? Как вы это видите? Вполне возможно, что вам просто не с кем поговорить. Вполне возможно, что вам просто не с кем поделиться своими переживаниями, которые у вас вообще в принципе есть. Из-за этого агрессия может быть, потому что когда человек, общаясь с другим человеком, он воспринимает его как личность, а ваш брат и родители, они не видят вас лично. Они видят вас своего родственника, они видят вас мать, внука их и, соответственно, племянника вашего брата. И это затрудняет, затрудняет вашу реализацию именно как вот личность. То есть вот такие могут быть проблемы. Вам действительно нужна психологическая помощь, но в рамках такого короткого ответа и в рамках такого короткого вопроса с вашей стороны, вряд ли есть возможность оказать вам ее полноценной. Скорее всего нужна консультация, скорее всего нужна ни одна консультация. И только вот от этой консультации будет понятно, на чем именно завязан у вас конфликт ваш внутренний. И будут даны вам рекомендации, как его разрешить. Пока что я мог бы порекомендовать вам в качестве такого средства, которое вы можете использовать уже сейчас. Это каждый раз, когда вы чувствуете агрессию, каждый раз, когда у вас она появляется, старайтесь ее отслеживать. И как только вы чувствуете ее, она еще как таковая не появилась, но вы чувствуете ее приближение. Старайтесь либо от ребенка отходить, заниматься всем по своим, просить родителей и драпов не посидеть. Или наоборот, старайтесь ребенка огрузить работой в этот момент лаской и стлом. Чтобы у вас произошла смена поведенческих моделей, и чтобы агрессия, а это энергия, трансформировалась во что-то более позитивное. И безопасное для ребенка то, что вы можете сделать прямо сейчас. Если у вас есть проблемы с вниманием, то, соответственно, в личной консультации вы можете этот вопрос поднять, но не обязательно со мной. И, соответственно, подняв этот вопрос, вы можете просить и получить информацию о том, как внимание натренировать, чтобы иметь более широкие возможности для отслеживания ваших состояний. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы у вас дополнительные остались, буду рад помочь. Пишите в личку, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...